Рано утром в воскресенье Израиль нанес авиаудары по штаб-квартире службы безопасности и полицейским участкам в пригороде города Газа Тель-Аль-Хауа. Пострадали и соседние здания. Израильские военные утверждают, что стратегические объекты были размещены в плотно заселенном квартале. Армия обороны Израиля также провела пусть и локализованное, но первое наземное вторжение в ходе нынешней операции рубеж обороны. Подразделение морской пехоты при поддержке авиации вступило в столкновение с боевиками Хамас на северо-палестинском анклаве. Целью рейда было здание, использовавшееся для запуска ракет дальнего радиуса действия. По заявлению Цахала, миссия проведена успешно. Через два часа после объявления о рейде боевики выпустили залп ракет дальнего действия. Сирены воздушной тревоги заработали в аэропорту имени Бен-Гуриона и некоторых пригородах Тель-Авива. Операция рубеж обороны вступила в свой шестой день, и палестинские источники сообщают, что жертвами израильских авианалетов и артобстрелов стали 159 человек. С израильской стороны погибших от более чем 800 палестинских ракет нет. В попытке уменьшить число жертв среди мирного населения, израильская армия разбросала листовки в городе Бейтлахии на севере сектора Газа с призывом к эвакуации.